Приветствую вас и вы знаете, прочитав ваш вопрос, у меня отложилось впечатление, что вы раскрыли в себе какой-то вот механизм, какой-то триггер, который вас до поры до времени не волновал. Я поясню. Во-первых, вы говорите, что я не ремниво, вы говорите, что я не могу назвать себя человеком, несложно назвать себя человеком с низкой самооценкой. Я полагаю, что это нужно выяснять. Это первое. Второе. Смотрите. Просто, просто смотрите, как получается. Сперва вас, судьба этой женщины не волновала. Потом, после того, как вы увидели, как она рассказывает в таблике о своей жизни, она стала для вас самой главной персоной. Почему? Потому что вы через нее пытаетесь доказать себе, что вы не хуже ее и что вы достойны своего мужчины. Вот у меня к вам вопрос. Значит, смотрите. Для чего? Для чего вы пытаетесь доказать себе и своему мужу, что вы не хуже ее? Зачем? Почему? Чтобы что? И так далее. Понимаете ли вы, что вы не можете быть хуже или лучше, чем она? Вы просто другая. Вы не такая, как она. Вы иная. И у вас иные плюсы. У вас иные минусы. Вы индивидуальный, уникальный, особенный человек. Но то, что вы сравниваете от себя с ним, означает что-либо в глубине души вы сомневаетесь в том, что это так. То есть у вас нет уверенности в том, что вы действительно другая. У вас есть уверенность, что вы просто еще одна. И это все же обесценивание. Как бы вам это было неприятно слышать. Либо ваш мужчина для вас значит слишком много, больше, чем это могло бы быть в норме. То есть вы говорите о таких ситуациях, как он будет переживать не в первый раз то, что я переживаю, да, свадьба, беременность и так далее. И вас это расстраивает, что он будет переживать это не в первый раз. Вопрос. А вам-то зачем, чтобы он переживал это ярко? Каждый человек переживает по-своему то, что с ним происходит. Каждый человек переживает по-своему то, что происходит в его жизни. Именно вам зачем это? Именно вам для чего это? Почему вас заботит тот, кто переживает он, а не тот, кто переживает вы? Вы с какой целью с ним в отношении, Катерина? Вы чего хотите для себя и чего хотите для него? Понимаете? Это первое. Второе. Давайте подумаем, подумаем. Есть привычка, да, есть привычка. Привычка, значит, следить за жизнью вот этой вот высшей жены. Привычка, она порождается, чем? Привычка, она порождается потребностью. То есть получается, что у вас есть определенная потребность. В том, чтобы следить за этим человеком. Вопрос, зачем? Зачем вам это нужно? Какую потребность вы удовлетворяете данным способом? Какой цели вы добиваетесь? Что вы пытаетесь купировать через эту сляжку? Насчет низкой самооценки я не скажу. Но то, что вы не уверены в себе и то, что мужчина для вас, значит, больше, чем это, все необходима в норме, то вы боитесь, скорее всего, его потерять. И вот именно из-за этого соперничаете с его женой. Я благодарю, это очевидно. Что привело вас к такому пониманию? Что привело вас к такой позиции? Ну, лично мне думается, что нужно добираться. То есть вы говорите, вот я пытаюсь, значит, я пытаюсь доказать самому себе, что я не хуже. Знаете, вы сравниваете, не сравнивая мои вопросы в том, зачем вы это делаете? Почему? Что вам и двигает? Что вам и двигает? Вот об этом и нужно подумать. Я не думаю, что совет повысить вашу самооценку или себя занять здесь вообще актуален. Дело в том, что повышать самооценку нужно постепенно. Это не просто, знаете, как повышать свою самооценку и все. Это работа. Это выявление того, в чем именно вы не уверены. Что именно вы в себе не принимаете. Если мы возьмем за аксиому тот факт, что мужчина вам нужен и вы очень боитесь его потерять, и что он для вас значим очень сильно, значит, в нем вы пытаетесь для себя взять то, чего нет у вас. То, в чем вы, ну, либо пустые, либо недостаточно активны. Вот это вы себе отвергаете. И именно это отвергание, отрицание чего-то в себе заставляет вас двигаться в сторону сравнивания себя с другим человеком. Именно попытка у него взять то, чего нет у вас. У него компенсировать то, чего не хватает вам. Это не обязательно самооценка. Это не обязательно недостаток свободного времени. Это, скорее, принятие себя полностью и целиком. И четкое понимание того, для чего вам нужен человек, какие у вас отношения, чего вы для него хотите и чего для себя. Вот. Я полагаю, что именно в этом направлении вам нужно подумать и поработать. Либо самостоятельно, либо с помощью психолога. Вот. Ну, и еще мне показалось, что есть такой, ну, есть такой идеальный мужчина, там, то есть, который вот, прям, прямо, есть такой сам себе хороший. Есть его жена, такой чуть ли не тиран, да, вот, которая его на грехах обвиняет и так далее и так далее. Есть вы, которая как бы, то есть, она тиран, Ваш муж, это, получается, спасатель, спаситель. То есть, он пытается спасти ее, он с вами отношения строит и так далее. Вот. А есть вы жертву, да? И вот это треугольник Карпмана. Треугольник Карпмана очень на это похожа. Есть три человека, три лица в этой ситуации. И вы жертва. Возьмите на себя ответственность за то, что у мужчины есть прошлое. А вы не принимаете того факта, что у мужчины есть прошлое. Хотя вначале вы это приняли. Пока не стали с ним слишком близки. Пока не начали брать от него то, что вам нужно и то, чего не хватает. Ладно. Примите, примите ответственность за себя. Перестаньте идеализировать своего мужа. Он не такой хороший, как это вам кажется. Он не такой хороший. У него есть определенные проблемы. Есть определенные ошибки, которые он совершил в своей семейной жизни с этой женщиной. Вот. И она, обвиняя его, естественно, перебарщивает. Но за этим стоит что-то реальное. То есть, перестаньте идеализировать своего мужчины. Вот тот факт, что вы его идеализируете, заставляет меня, думаете, что вы от него в некоторой степени зависимы. А его жена обычно это угроза. Но поймите, даже если вы устраните эту угрозу, даже если ее не будет, ну вообще, вплоть до физического устранения, появится что-то еще. Появится что-то еще, потому что человеку, который боится потерять, всегда что-то угроза. Ему всегда что-то угроза. Ему кажется, вот сейчас еще я уберу, уберу, и все будет хорошо. Нет. То, что происходит у вас, это ваше собственное состояние. Это ваше состояние, направленное именно на себя. И подобное состояние, подобное ощущение, привычку, вызывает именно то, что бывшая жена – это помеха для получения вами удовлетворения. Вопрос в том, в чем вы пытаетесь получить удовлетворение. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам что-то непонятно из моего ответа, так же обращайтесь. Буду рад вам объяснить. Все. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!